Всем привет! Вы на канале Линель, с вами я, Елена Чернявская, и сегодня мы с вами будем говорить про такую важную тему, как остеохондроз. Наверняка многие из вас уже сталкивались с такой проблемой. Более того, практически у всех взрослых людей, а сейчас даже и подростков, диагностируют какие-то те или иные признаки остеохондроза, в основном шейного и грудного отдела позвоночника. Смотрите до конца, ставьте лайк. Сегодня мы будем решать эту проблему. А теперь, как и обещала, я подвожу итоги конкурса. И прямо сейчас на экране вы можете видеть, как я выбираю победителя и проверяю условия выполнения конкурса. Первый победитель получит наш массажный ролик, а второй масло для лица, шеи и зона декольте от Линель сделано в Сибири. А я тем временем благодарю всех за участие. Скоро будет новый розыгрыш, поэтому не пропустите и смотрите, ищите их в моем новом видео. А победителю необходимо написать в профиль, сделано в Сибири, в Инстаграм и приложить обязательно скрин за своей учетной записью, как показано на экране. Из-за проблем с осанкой, из-за неправильного положения тела в пространстве нарушается баланс мышц, меняется положение позвоночника. Соответственно, не будет в полной мере поступать кровь и омывать межпозвонковые диски и в хрящевую ткань. А это означает, что через некоторое время мы получим дегенеративные изменения позвоночника, которые выливаются в боли в спине, в пояснице, боли в грудном отделе. Через какое-то время все эти проблемы перейдут в нарушение статики шеи, в защемление спаечной процессы в шейно-воротниковой зоне. Что это означает? То, что наш мозг недополучит кровоснабжение, не получит питательных веществ, кислорода, и мы будем мучиться бессонницами, головными болями, невралгиями и всеми возможными проблемами. Итак, наша задача сегодня научиться выполнять упражнения, которые предотвращают развитие остеохондроза и даже уменьшают его проявления. Поехали! Это может быть специальная гимнастическая палка, это может быть как у меня черенок от лопаты или даже палка от швабры. Все, что угодно, лишь бы она была диаметром, ну, 3 примерно, 2-3 сантиметра и длиной так, чтобы могли ее обхватить. Встаем ровненько, ноги на ширине плеч, палку берем руки таким образом, чтобы хват был на уровне груди и чуть шире ширины плеч. Живот напряжен, ягодицы собираем, то есть напрягаем их и подтягиваем таз вперед, выравниваем его в нейтральное положение. Наша задача повернуть палку на 180 градусов четко до скрещивания рук и меняем положение в другую сторону и работаем в две стороны. При этом обратите внимание, я не меняю хват руки, то есть у меня растягиваются мышцы спины. Поначалу это может быть сложно и вы можете выполнять не полное движение, а хотя бы там на... ну, по диагонали разворачиваем. Но в идеале, конечно, доводим до полного-полного разворота. Делаем так по 10-15 раз в каждую сторону. Для следующего упражнения очень важно поставить тело в нейтральное положение. Ноги на ширине плеч, живот мы напрягаем, а бедра подтягиваем вперед, то есть мы сжимаем ягодицы и толкаем таз вперед, то есть абсолютно ровный стан. В таком положении вытягиваем палку над головой и убираем ее назад за лопатки. Вот таким образом. Вверх и вниз. При этом, видите, я не делаю никакого дополнительного движения, то есть я не подныриваю, не сутулись, абсолютно ровно. Ровно убираю палку за лопатки. Такое вот движение. Проделываем таким образом 20 раз. Очень важно добиваться такого состояния, чтобы у вас при этом корпус оставался неподвижным. Продолжаем. То же самое мы делаем, но теперь палку мы отпускаем вниз. Точно так же, не меняя положение тела, мы опускаем палку вниз до выкинутых рук. И затем обратно к лопаткам. Вниз и к лопаткам. Научитесь поджимать ягодицы, толкать их вперед. Если вы встанете с прогибом, конечно же, вы ничего не сделаете. То есть очень важно в ровное положение встать. Делаем такое упражнение также 20 раз. И затем мы соединяем вверх и вниз одной единой линией. Посмотрите, у меня нигде нету никаких точек. Абсолютно ровное движение вверх и вниз. Усложняем движение. Для этого нам нужно встать ноги на ширине плеч. Палку заводим назад за спину. И опускаемся вниз буквой Г. Ровно на 90 градусов. Обратите внимание, что шея у меня свободна. Она не висит, она не напрягается. Смотрим прямо перед собой. И уводим палку вперед. Точно так же назад. Вперед и назад. Делаем столько, сколько можем. Одним единым движением. Без рывков, без толчков. Делаем это тоже 20 раз. Обратите внимание, если вам тяжело, если у вас не получается, можно делать это первое время. Опустили, дальше не идет сначала одну сторону, а потом другую. Делайте это хотя бы вот таким вот образом. Через какое-то время, я вас уверяю, ваша осанка исправится и все у вас обязательно получится. Следующее упражнение. Мы заводим одну руку назад за голову, вторая остается внизу. Делаем так несколько раз. Мы как будто бы замахиваемся и стараемся убрать руку за голову. Делаем так в одну сторону. И точно так же делаем в другую сторону за голову. Старайтесь все время все больше и больше вытягивать. Обратите внимание, да, у меня не изменяется положение тела. Оно абсолютно в одном нейтральном положении. Как будто бы меня взяли и цементом залили. И шевелятся у меня только руки. Сделали так несколько раз. И затем мы продолжим движение. Убрали. И доводим вниз до конца. Доводим до самого низа. Вниз. И вниз. В другую сторону то же самое. Вниз убираем. Посмотрите, как это будет выглядеть сзади. И вниз. И затем мы доделываем до конца. Другая рука идет. И выходим вперед. Полное движение. Почувствуйте в этот момент, как раскрывается у вас грудная клетка. Как раскрывается грудной отдел. Это шикарное упражнение, которое кардинальным образом исправит вашу осанку. Которое уменьшит проявление остеохондроза. Но очень важно выполнять его регуляруем. Теперь мы убираем палку за лопатки. И встаем в таком же ровном положении. Обратите внимание, что таз в нейтральном положении. Ноги на ширине плеч. И мы будем просто разворачиваться в сторону. Не допуская того, чтобы у нас отрывалась палка от корпуса. То есть только вместе с ней. Мы вращаемся. И палка вращается вместе с нами. Насколько это возможно. Делаем скручивание в каждую сторону. И в стороне мы зафиксировали свой корпус. Оставили. И подержали немножко. И затем то же самое в другую сторону. Обе лопатки соприкасаются с палкой. Подержали. И вернулись. Затем мы опускаемся в сторону. И растягиваем боковую поверхность тела. Точно так же у нас палка не отрывается от лопаток. И возвращаемся. И в другую сторону точно так же растянули боковую поверхность тела. Обратите внимание, что мы не наклоняемся ни вперед. Не прогибаемся назад. Четко в сторону. Палка поможет контролировать процесс. И возвращаемся. Убираем палку перед собой. И представьте, что вы хотите как можно дальше от себя ее убрать. Тянитесь, растягивайте спину. Ну вот и все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам что-то было непонятно, задайте вопрос в комментариях. Я обязательно отвечу на каждый. С вами была я, Елена Чернявская. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых полезных видео. Всем пока!